Всем привет! Сегодня я хотел бы начать цикл видео про карбон. Сейчас я раскладываю на столе образцы, которые я подготовил для тестирования. И в ближайших видео мы выясним, насколько карбон легкий и прочный материал, а также какое химическое воздействие он может выдержать. Конкретно сегодня мы поговорим про его вес и про его прочность. Итак, что же такое карбон? Карбон это армирующий материал, такой же как всем известная стеклоткань. В обычной форме волокна он не может держать какую-либо форму, но после пропитки эпоксидной смолой получаются твердые детали. Насколько твердые и насколько они лучше, чем стеклоткань, попытаемся выяснить. Для испытания прочности и других свойств я изготовил пять различных листов карбона различной толщины, а также в качестве контрольных образцов это пластинка из стеклопластика и листа цинковки. Все образцы изготовлены из одинакового карбона. Первым рассмотрим двухслойный образец. Он имеет очень небольшую толщину, а также является очень гибким и эластичным материалом. Практически невесомым. двухслойный карбон имеет толщину полумиллиметра. Пластинка 16 на 6 сантиметра весит всего лишь 8 грамм. Для тестирования прочности я проделал в пластинах идентичные отверстия и буду оттягивать их с помощью безмены. Пластины будут закреплены идентичным образом, а тягивать я буду до тех пор, пока они будут гнутся. Результат посмотрим по безмену. Итак, пластинка два слоя. Результат 800 грамм. Трехслойный карбон уже более плотный, но все еще легкий и очень тонкий материал. Толщина трехслойного карбона порядка 0,8 миллиметра. Пластина в три слоя, весит 12 грамм. Пластинка три слоя. Результат 1600 грамм. Четырехслойный карбон уже имеет толщину порядка 1 миллиметра и оказывает достаточно серьезное сопротивление, хотя при этом также остается эластичный материал. Четырехслойный карбон имеет толщину 1,1 миллиметра. Четырехслойная пластина, весит 15 грамм. Пластинка четыре слоя. Результат 2730 грамм. Карбон толщиной 5,6 слоев уже представляет себя очень твердый материал, толщиной более 1 миллиметра и подходит для изготовления каких-то структурных конструкций. Шестислойный карбон уже очень сложно согнуть руками. Пятислойный карбон имеет толщину 1,4 миллиметра. Пластина толщиной 5 слоев, весит 18 грамм. Пластина 5 слоев. Результат зафиксировать не получилось, но было 3,7 килограмма. Шестислойный карбон имеет толщину 1,5 миллиметра. Весит 20 грамм. Пластина 6 слоев. Результат также зафиксировать не удалось. Но максимальное значение было 5,2 килограмма. Стеклопластиковый лист изготовлен из трех листов достаточно толстого и плотного стеклопластика. Плотность 400 грамм на метр квадратный. По толщине и весу он совпадает с шестислойным карбоном, но при этом гораздо легче гнется. Пластина из стеклопластика, так же как и шестислойный карбон, имеет толщину 1,5 миллиметра. Пластина 16 на 6 сантиметров из стеклопластика плотностью 400 грамм на метр квадратный из трех слоев. Весит 21 грамм. Пластинка из стеклопластика. 2400 грамм. Оцинковка явно ощутимо является самым тяжелым материалом, но при этом и самым тонким. Но он достаточно легко гнется, не идет ни в какое сравнение с карбоном аналогичного веса. Лист оцинковки имеет толщину 0,5 миллиметра. Лист оцинковки толщиной 0,5 миллиметра. Весит 23 грамм. Лист оцинковки. Результат 500 грамм. Итак, что мы можем сказать про карбон. Это действительно классный, очень легкий и прочный материал. Что стало для меня самым главным итогом сегодняшнего теста, так это то, что детали изготовленные из стеклопластика и из углеродного волокна очень сильно отличаются по свойствам. Карбоновые детали гораздо прочнее. Это значит, что карбон действительно выгодно отличается своими свойствами по сравнению со стеклопластиком. В общем, всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Пока.